Всем привет! Начинающим любителям электроники следует узнать об одном интересном и простом устройстве, которое называется геркон. Геркон это герметичный или герметизированный магнитоуправляемый контакт. Само слово геркон происходит от трех первых букв из слов герметичный и контакт. Герконы применяются в качестве переключателей, кнопок, сигнализаторов. Также используются как контактные элементы различных реле, которые называются герконовые реле. Мы же в наших устройствах будем использовать геркон как ключевой элемент сигнализации. Чаще всего геркон представляет собой стеклянный баллон. При изготовлении геркона баллон заполняется инертным газом, азотом, водородом или их смесью под давлением порядка 50 кПа. Или внутри баллона создается вакуум. Внутри баллона геркона расположены контакты, которые снаружи заканчиваются выводами, с помощью которых осуществляется подключение геркона к внешней цепи. Контакты геркона, которые расположены внутри баллона, называются контактными сердечниками. Контактные сердечники имеют вид расплюснутого провода. Изготовляются они из магнитного материала, зачастую из пермолоя. Собственно поэтому они и называются контактные сердечники. Пермолой, как и трансформаторная сталь, относятся к магнитомягким материалам. Такие материалы под воздействием на них магнитного поля легко намагничиваются и также легко размагничиваются при снятии магнитного поля, что позволяет контактным сердечникам быстро замыкаться и также быстро размыкаться. Для снижения переходного сопротивления между замкнутыми контактными сердечниками, поверхности их покрывает родием или сплавом из золота, который обладает высокой электропроводностью. А инертный газ, которым заполнен баллон, защищает контактные сердечники от образования окислов. Производятся замыкающие, размыкающие и переключающие герконы. Контактные сердечники замыкающих герконов при отсутствии магнитного поля находятся в разопнутом положении и замыкаются при попадании в зону воздействия управляющего магнитного поля. Чтобы понять принцип работы такого геркона, соберем простую схему, которая состоит из элемента питания напряжением 3 вольта, светодиода, геркона и также нам понадобится магнит, который будет служить источником магнитного поля. Соберем последовательную цепь. Данный геркон относится к геркону замыкающего типа, то есть по умолчанию контакты его разомкнуты. Берем магнит и подводим его непосредственно к геркону. Как видим, контактные сердечники геркона замыкаются при воздействии на них магнитного поля. При отсутствии магнитного поля контактные сердечники размыкаются. Аналогично работает геркон размыкающего типа. По умолчанию при отсутствии магнитного поля его контакты замкнуты, а при внесении геркона в магнитное поле его контакты размыкаются. Меняем замыкающий геркон на размыкающий. Как видим светодиод засветился, то есть контакты геркона замкнуты. Теперь подводим магнит к геркону и видим геркон сработал, контакты его разомкнулись. При воздействии управляющего магнитного поля на контактные сердечники переключающего геркона, одна пара контактов его размыкается, а вторая замыкается. Рассмотрим более подробно принцип работы геркона. При воздействии магнитного поля, который называется управляющим магнитным полем на геркон, по его контактным сердечникам начнет протекать магнитный поток, который приведет к возникновению между контактами электромагнитной силы. Под действием этой силы контакты притянутся друг к другу. Таким образом происходит замыкание контактов. При снижении величины или же напряженности магнитного поля до значения отпускания контактные сердечники разомкнутся под действием сил их упругости. То есть для герконов замыкающего типа необходимо, чтобы электромагнитная сила между контактными сердечниками, созданная магнитным полем, превышала силы упругости самих контактных сердечников. Источником управляющего магнитного поля может служить постоянный магнит, в чем мы уже убедились, либо шина, по которой протекает ток, либо катушка с током. Как мы знаем, вокруг проводника с током всегда образуется магнитное поле. И это магнитное поле аналогично магнитному полю, созданному постоянным магнитом. Теперь, когда мы изучили принцип работы геркона, давайте рассмотрим его основные преимущества. Поскольку геркон разрабатывался как основной элемент в составе реле, то сравним герконовое реле с электромагнитными. Замыкание и размыкание контактов электромагнитных реле сопровождается возникновением электрической дуги или искры, которые приводят к ускоренному износу контактов. Кроме того, они не защищены от воздействия окислов, попадания пыли, влаги, грязи, что дополнительно ускоряет процесс их износа. Ввиду значительной массы подвижных контактных элементов, они обладают и значительной инерционностью, что приводит к снижению скорости включения и отключения электромагнитных реле. В отличие от них, герконовое реле лишены указанных недостатков и имеет гораздо меньшее время срабатывания, а износа устойчивость их на 2, а то и 3 порядка выше. Основные параметры герконов. К основным параметрам герконов относятся магнито-движущая сила срабатывания, сокращенно как МДС, измеряется в амперах. Второй параметр – магнито-движущая сила отпускания. Далее, коэффициент возврата – это отношение МДС срабатывания к МДС отпускания. Следующий параметр – время срабатывания, время отпускания, диапазон коммутирующих токов, диапазон коммутирующих напряжений, максимальная коммутируемая мощность, максимальный пропускаемый ток через контакты геркона, частота коммутации тока, контактное сопротивление, которое измеряется в миллиомах, сопротивление изоляции, измеряемое в мегаомах, количество срабатываний, измеряемое в миллионах циклах, Маркировка герконов. Маркировка герконов, как правило, включает 6 элементов. Рассмотрим их по порядку. Первый элемент – это две буквы МК, что обозначает магнитоуправляемый контакт. Второй элемент – снова буква А, обозначает замыкающий геркон, В – размыкающий, С – перекидной, Д – переходной. Третий элемент обозначает тип жидкости для смачиваемых герконов. Некоторые герконы внутри баллона имеют жидкость. Р обозначает ртуть, а буква Ж обозначает другую жидкость, кроме ртути. Четвертый элемент обозначает длину баллона в миллиметрах. Например, 20 – это 20 мм, 30 – 30 мм и так далее. Пятый элемент обозначает область применения. Он имеет маркировку одной из восьми цифр. Цифра 1 обозначает герконы применяются для малой мощности до 60 вольт ампер. Цифра 2 – повышенной мощности от 60 до 1000 вольт ампер. 3 – мощные выше 1000 вольт ампер. 4 – высоковольтные выше 1000 вольт. 5 – высокочастотные выше 100 герц. 6 – запоминающие. 7 – специальные. 8 – измерительные. Шестая цифра обозначает модификацию геркона. Для примера расшифруем геркон, имеющий маркировку МКВ-2501. Это магнитоуправляемый контакт размыкающего типа, длина баллона 20 мм, высокочастотный, первой модификации. Поскольку в маркировке используются три буквы, то это обозначает, что геркон сухого типа. Помимо обычных, то есть традиционных герконов, производятся еще и гезаконы и герсиконы. Гезакон – это запоминающий геркон. В отличие от обычного, контактные стержни гезакона изготавливаются из среднекоорцитивных материалов. Такие материалы труднее намагничиваются и размагничиваются по сравнению с магнито-мягкими материалами, из которых изготавливаются обычные герконы. Поэтому при снятии управляющего магнитного поля, контакты гезаконов продолжают оставаться замкнутыми. Для их размыкания нужно подать магнитное поле такой же величины, но противоположного направления. Герсиконы – это силовые герконы. Они предназначены для коммутации значительных токов. Их характерной конструктивной особенностью является наличие двух пар контактов. Одна пара – это дугогасительные контакты, они выполняются из дугостойкого материала. Вторая пара – это главные контакты, они имеют более высокую проводимость по сравнению с дугогасительными. При замыкании цепи первыми замыкаются дугогасительные контакты, а после них замыкаются главные. При размыкании цепи первыми размыкаются главные, а за ними размыкаются дугогасительные контакты. И напоследок. Герконы раньше часто использовались в звене сигнализации, которая реагировала на открытие дверей либо окон. Геркон закреплялся в одном фиксированном положении вблизи открывающегося окна либо двери, а на раму окна или двери устанавливался постоянный магнит. Когда дверь или окно открываются, вместе с ними отдаляется магнит и происходит переключение контактов геркона, что влечет за собой изменения в электрической цепи и срабатывание сигнализации. Как изготовить простейшую сигнализацию на основе геркона мы рассмотрим в следующем видео. А на этом всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Специально для тех, кто досмотрел это видео до конца, если магнит спрятать в руке, то можно детям показывать фокусы. Подводя руку к светодиоду, диод будет светиться. Или же, если постоянный магнит спрятать куда-нибудь под геркон. Как в данном случае, под макетной платой. Поднимаем макетную плату, светодиод тухнет. Опускаем, светится. Теперь, всем пока.